Искусственный интеллект стал очень мощной угрозой для людей, так пишет Washington Post. Не надо заглядывать далеко в будущее, чтобы увидеть негативное влияние искусственного интеллекта. Тревога по поводу угрозы со стороны искусственного интеллекта, как правило, сосредотачивается на далекой точке в будущем, когда весь мир окажется в плену так называемого универсального искусственного интеллекта. Этот момент, когда машины смогут рассуждать и выполнять операции на человеческом и даже сверхчеловеческом уровнях, в большинстве видов деятельности включают даже критическое мышление и творчество. Однако причины обеспокойства и захвате мира искусственным интеллектом уже есть сейчас, так напишет Washington Post, известное американское издание. Некоторые аналитики сосредоточили внимание на потенциальной опасности для человеческой цивилизации со стороны искусственного интеллекта в будущем. Также предупреждения есть, и они уже звучали, от таких предпринимателей, как Билл Гейтс и Илон Маск. На самом деле следует бояться не того, каким будет интеллект, каким он может стать, а того, каким он уже есть сейчас. Почти весь прогресс в области искусственного интеллекта на сегодня имеет мало общего с так называемым универсальным искусственным интеллектом. Сейчас прогресс осредотачивается на узкие задачи. Возможности интеллекта пока не предусматривают реализации самых страшных прогнозов. Однако последствия могут быть губительными уже сегодня. Интеллект вытесняет рабочих. Исследования, проведенные аналитиком Джонатом Хазелфом и Паскуалем Ратреппо, обнаружили, что компании, которые увеличивают уровень использования ИИ сокращенный искусственный интеллект, на 1% уменьшают количество живых работников также примерно на 1%. Я думаю, это исследование, которое потратило миллионы долларов, такое же очевидное и понятное могли произвести и ты, и я. И, конечно, искусственный интеллект предоставляет новые технологии мониторинга, используя корпорации и правительством, часто в негативном аспекте. Он также используется в системе правосудия США для принятия решений и внесения залога, а порой даже для вынесения приговоров. Искусственный интеллект часто искажает публичный дискурс в социальных сетях. Он мешает функционированию современной демократии. Влияние интеллекта на рынок труда может быть наиболее критичным. Например, когда-то экономика США обеспечивала хорошие рабочие места, выплачивала достойную заработную плату и гарантировала безопасность работы и возможность постоянной карьеры для рабочих с разным опытом и навыками. С конца Второй мировой войны и середины 70-х годов в США наблюдается не только значительный рост занятости, но и стремительный рост заработной платы. Этот рост остановился задолго до развития искусственного интеллекта. В 1980-х годах средняя заработная плата упала в относительную стагнацию. Люди, которые не получили высшего образования, стали зарабатывать меньше. Опять-таки подчеркивается значительность высшего образования. Но продолжим. В тот период автоматизации и рабочих мест, а также переход компаний в другие страны и области вызвали упадок. Но сейчас интеллект ускоряет эти негативные тенденции. Многие работодатели, ориентированные на сокращение расходов, воспользуются любой возможностью, чтобы устранить рабочие места с помощью новых технологий и автоматизации, что и происходило всегда. Некоторые экономисты считают, что страх автоматизации и вытеснение работников интеллектом – это преувеличение, глобальное преувеличение этой же самой статьи. Они утверждают, что по мере того, как работа становится более автоматизированной с помощью интеллекта, полученный прирост производительности будет способствовать росту спроса на рабочую силу в других частях экономики, а иногда даже тех же компаниях, которые осуществляют автоматизацию и управление искусственным интеллектом. Если бы технологии интеллекта были действительно достаточно продуктивными в задачах, которые они выполняются сегодня, этот аргумент имел бы определенный вес. Современные технологии интеллекта не просто далеки от универсального искусственного интеллекта. Они часто проваливают выполнение задач, которые уже должны были стать нормой, например, распознавание лиц или понимание речи. Это означает двойной вред для рынка труда, поскольку технологии интеллекта вытесняют живых работников и не создают увеличение спроса на рабочую силу, который должен обеспечить значительный прирост производительности. Другие области применения интеллекта, вероятно, усилят рост власти корпорации над рабочей силой, позволят улучшить мониторинг рабочих. Применение искусственного интеллекта при принятии государственных решений, а именно в системе уголовного судопроизводства, вызовет беспокойство. Факты свидетельствуют о том, что алгоритмы часто наследуют, а иногда и усиливают имеющиеся предубеждения и несправедливость. В таком случае искусственный интеллект наносит ущерб демократической дискуссии и общему политическому устрою в целом. Это связано не только с алгоритмами дезинформации в социальных сетях, но и с расширением способности компании и правительства контролировать и манипулировать поведение миллионов людей, что принципиально не соответствует настоящей демократии. Открою глаза тебе, мой дорогой друг, у нас в нашем современном мире много, великое множество вещей, которые не соответствуют настоящей демократии. Каждая новая технология создает вызовы, требующие критических решений, которые определяют, кто выиграет, а кто проиграет, и оправдывает ли преимущество этот вред. То есть цель оправдывает телевство, как всегда. Это утверждение звучит справедливо для искусственного интеллекта. И не только из-за последствий его влияния во всем обществе и влияния на сферы, которые должны оставаться далекими от регулирования технологий, так же как система правосудия, например. Существует множество различных способов, с помощью которых можно прогнозировать будущее. Интеллект, начнет ли интеллект активно работать, чтобы вытеснять живых работников и следить за людьми, или он будет направлять на расширенные человеческие возможности, создавая новые перспективы для рабочих. Это покажет только время. Этот выбор требует контроля со стороны общества и правительства, чтобы предоставить злоупотребление технологиями и регулировать их влиянием на экономику и демократию. Если выбор останется в руках самых громких сторонников искусственного интеллекта, это может принести негативные последствия для общества. Лучшим способом изменить эту тенденцию признать ощутимый вред, который искусственный интеллект может приносить уже сейчас. Так резюмирует издание Washington Post. Напомним, напомним, ребята, что искусственный интеллект оказался способен манипулировать людьми. Ученые из Австралии провели три эксперимента с искусственным интеллектом и выяснили, что он может научиться манипулировать людьми. В рамках этих экспериментов нейросеть играла в игры против людей. И в этих играх она побеждала. Подробнее об этом. В первом эксперименте участники нажимали на красные или синие поля, чтобы выиграть фальшивую валюту. В 70% случаев искусственный интеллект изучал шаблоны поведения людей и подталкивало их к нужному ему выбору. Во втором эксперименте участники должны были нажимать на кнопку тогда, когда им показывали определенный символ, и не нажимать, когда показывали другой. Нейросеть научилась создавать такую последовательных символов, чтобы участники больше ошибались. В итоге интеллект добился увеличения количества ошибок почти на 25%. Третий эксперимент состоял из нескольких раундов, в которых участник был в роли инвестора, и интеллект отыгрывал роль управляющего. Нейросеть использовала деньги, а потом возвращала определенную сумму человеку, который затем решал, сколько вложить в следующий раунд. В эту игру играли в двух разных режимах. В одном искусственный интеллект стремился максимализировать количество денег, которые он получил, а в другом он стремился к справедливому распределению денег между собой и человеком. Интеллект был успешен в каждом режиме. В каждом. По словам ученых, в каждом эксперименте нейросеть училась на ответах и ошибках людей и со временем обнаруживала уязвимость мест в процессе принятия решений. И в результате интеллект научился направлять людей к нужным ему решениям. Результаты исследования пока еще абстрактны, но уже показывают, что машины могут влиять на решения людей. Таким образом, решили ученые, нужно дополнительное исследование, чтобы определить, как эти новые возможности реализовать и использовать на благо общества. Ранее медики создали искусственный интеллект, который способен в автономном режиме анализировать снимки компьютерной томографической ангиографии, КТ по-простому, и искать нервные... искать анеавризмы сосудов головного мозга пациентов. По словам ученых, нейросеть может заменить особенности, которые не видны человеческому глазу. Вот примерно вот такие вещи прогнозирует Вашингтон пост для нашего будущего. То есть, сначала будет однозначно хорошо, а потом... А потом вполне возможно, что от нас могут избавиться как от ненужного вируса, хлама или паразита, если так решит искусственный интеллект.